Роман Головченко, который является премьер-министром Беларуси, объявил о новых подходах в государственном регулировании цен на различные группы товаров. «По его мнению, ничего существенно не изменится. Мы продолжим регулировать широкий спектр социально значимых товаров, продуктов питания и лекарств. Возможно, мы создадим чуть более широкий коридор для производителей и торговли. Им придется разделить расходы», — сказал Роман Головченко. По его словам, власти хотят немного увеличить возможности производителей, повышать цены, и при этом торговля будет находиться где-то в торговом диапазоне. В текущем году в Беларуси было важно не допустить инфляции выше 6%. Данных за март пока нет, но происходящие процессы в других странах указывают на повсеместное ускорение роста цен. Однако глава антимонопольного регулирования Алексей Богданов заявил, что ценовая ситуация в Беларуси не позволит спекулятивного роста. Март совместно с Комитетом госконтроля следит за ценами в магазинах. В первом квартале ведомства значительно увеличили количество проверок. Кстати, более половины продуктовой корзины среднестатистического белорусского потребителя составляют группы товаров, производство которых не зависит или зависит лишь косвенно от импорта. Но не менее 28% потребляемых продуктов питания являются критически важными или сильно зависят от импорта. Эта доля может быть еще выше, поскольку статистик потребления домохозяйств не включает чай и кофе, соки и напитки и ряд других товаров. Беларусь обеспечивает свои потребности в мясе, молоке, яйцах, сахаре и других товарах, которые составляют более половины белорусской производительной корзины. Это обеспечивает продовольственную безопасность, когда импорт становится более сложным. Но даже в случае себестоимости продукции значительно возрастет за счет удержания зерна и, следовательно, кормов для животноводческого комплекса. В то же время Беларусь сильно зависит от импорта некоторых видов зерна, многих фруктов, рыбы, растительного масла, чая и кофе. А собственное производство ряда продуктов питания, в том числе кондитерской и алкогольных групп, из привозного сырья. Кроме того, российское вторжение в Украину привело к резкому снижению урожая, посеянного фермерами в стране этой весной, что вызвало опасения за внутреннюю и международную продовольственную безопасность. Мировые цены на зерновые выросли в феврале до нового исторического максимума из-за перебоев с экспортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова